МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, треть коллектива оставшегося после ликвидации в апреле этого года самостоятельного филиала и присоединения хакасского подразделения Ростелекома к Красноярску. Коллектив, как говорится, сразу почувствовал разницу в окладах. Если у нас, допустим, электромонтер пятого разряда имеет оклад 6600, а электромонтер Красноярска имеет 10800, чувствуете разницу? Даже вот электромонтер города Минусинска, у него 7900 оклад, а у нас вот 6600. Хакасские связисты уступают по оплате труда не только своим красноярским коллегам, но и любому подразделению Ростелекома в Сибири. Требование к реальному повышению зарплаты – одно из самых популярных на плакатах пикетчиков. Мы получаем где-то 10-11 тысяч выходит в месяц, вот зарплата у меня, я вот так получаю. Мы на работе проводим все время, мы работаем, у нас полная занятость трудовая. Идите подрабатывайте, ну вы меня извините, я и так весь день занята на производстве, где я еще должна подрабатывать? Мы не можем платить за обучение своих детей, мы ведь не пенсионеры, мы работающие люди, у нас дети, мы должны их содержать. Протестующие отметили, что с 2009 года, по данным статистики, инфляция составила 27%, а им за это время проиндексировали зарплату всего раз, месяц назад, причем на смешные 1-3%. И такая издевательская прибавка еще сильнее подогрела страсти. Сегодня никто из руководства компании к протестующим не вышел, поэтому связисты планируют отправить обращение к руководству компании Ростелеком, полпреду президента в Сибирском федеральном округе и депутату Госдумы от Хакасии. Основные требования – забота о людях труда и повышение зарплаты. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Минздрав Хакасии заявил, что угрозы жизни больных СПИДом в республике нет. Сегодня в ведомстве прокомментировали ситуацию с обеспеченностью лекарствами ВИЧ-инфицированных, получающих дорогостоящие лечения. Напомним, тревогу забили представители общественных организаций, которые заявили, что пациенты уже столкнулись с нехваткой лекарств. По заявлению Минздрава Хакасии, в республиканском центре АнтисПИД на учете 125 человек, которые получают поддерживающие лечения. Препараты на них закуплены с резервом. И их хватит до лета 2014 года. Еще 15 человек, которым уже сейчас необходимо лечение, получают препараты как раз из этого резерва. Проблема в том, что с будущего года меняется схема финансирования. Федеральный бюджет будет отпускать на эти цели меньше средств. Но республиканские чиновники обещают, что пациенты без лекарств не останутся. Общественная организация, которая обратилась с беспокойством на 2014 год, действительно, мы их понимаем, что они беспокоятся, потому что федеральный бюджет запланировал меньшую сумму, чем в 2013 году. Но бюджет еще не утвержден. Мы работаем с Минздравом Российской Федерации по этому вопросу. И даже если какой-то суммы хватать не будет, будет недоставать из федерального бюджета, то мы обязаны из республиканского бюджета добавить. И мы уже эту сумму зарезервировали на 2014 год. В Абакане опять ДТП, в котором пострадал ребенок. Учащийся 9 класса попал под колеса иномарки, за рулем которой находилась женщина. Подросток переходил проезжую часть в неустановленном месте, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Лишь через час после ДТП мальчик обратился в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Перспективы развития Черногорского промпарка трансформируются в реальные дела. Пять резидентов сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией города. О том, какие производства появятся здесь первыми, расскажет Елена Крылова. Для нас это знаковое событие. Это впервые в республике Хакасия и не так много в нашем сибирском федеральном округе. Три года мы к этому шли. Сегодня в Черногорске подписи в договорах поставили 4 инвестора. На первых порах вместе они дадут больше 150 рабочих мест, привнесут в бюджет 468 миллионов рублей инвестиций. Участки для строек в промпарке им уже определили с дорогой, с водой и светом и без арендной платы на период строительства. Самый крупный проект у предпринимателя из Сейногорска. Он готов открыть на промплощадке Сибирский центр переработки дикоросов. Из общей доли его 350 миллионов и 100 рабочих мест. Но это только начало. Будут собираться не только в республике Хакасия. Республика Тыва, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, районы Байкала. Порядка 150 человек будут заготовителей по районам, в каждом районе. И порядка 10 тысяч человек будут сборщики дорог в тайге. Другие бизнесмены займутся брикетированием угля, пушным звероводством и фасовкой картофеля. Это только первенцы. Всего их будет больше 30. В ближайшие два года они дадут 2500 рабочих мест в проекте. В действительности ожидается больше. Крупные предприятия по закону рынка притягивают мелкие. А развитие бизнеса, который будет не зависеть от проблем мировой экономики, – приоритет. К большому сожалению, есть достаточно большой перекос в формировании валового регионального продукта именно в сторону крупных, интегрированных, вертикально интегрированных компаний. И когда у них возникают какие-либо проблемы, как это, например, случилось в прошлом году, на мировом рынке изменяются какие-либо условия, мы сразу же начинаем терять поступление в бюджет. Экономика Черногорска сегодня – это 95% добыча сырья и только 5% переработка. К 2021 году пика в развитии промпарка соотношение будет 50 на 50. К тому моменту здесь будут заняты больше 3000 человек. Те, кто подписал соглашение сегодня, выдадут первый товар уже в следующем году. Олеся Калиниченко, Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Генеральная уборка в Абакане накануне зимы. Площади и скверы принимают вводные процедуры. Уже второй день сотрудники абаканского паркового хозяйства наводят порядок на улицах города. На смену метлам и граблям пришли многофункциональные моющие машины. Благодаря этому столица Хакасия очищена не только от крупного мусора, но и от мелкой пыли. Поливомоечная машина подает набор воды, с помощью которого территория очень легко отмывается. За вчерашний день в Абакане полностью вымыты набережные Северной Дрены и привокзальная площадь. В чистый список сегодня вошел и парк Победы. Рабочие помыли лавочки и очистили брусчатку от продуктов жизнедеятельности птиц, обитающих в парке. Дворники так и так убираются у нас. Они однозначно убираются каждый день, все наши парки и скверы. А вот это просто на данный момент они физически не могут убрать, потому что она как бы не сметается простой щеткой, метлой. Она метла просто не берет и приходится вот смачивать. Сегодня первый день ноября. Он порадовал нас достаточно теплым, хоть и осенним солнцем. Как обещают метеорологи, ноябрь не принесет неприятных сюрпризов жителям республики. Будет в меру холодно и тепло. А к концу месяца уже можно будет кататься на санках и строить снеговиков. Последние октябрьские дни по погоде напомнили весенние. Специалисты гидромета отмечают, температура воздуха действительно превышает норму, причем на 8-10 градусов. Тепло продержится еще некоторое время, до ближайшего понедельника. В выходные днем ожидается около плюс 10. А вот начиная с 4 ноября похолодает. Днем в первой декаде ноября столбики термометра не будут подниматься выше плюс 3, а ночами опустятся до минус 7. Середины месяца повеет по-настоящему зимними холодами. Вместе с этим можно будет ждать и снега. В ноябре температура будет меняться очень резко. И перепады будут составлять 20 градусов. Колебания температуры будут наблюдаться от минус 2 до минус 25 в ночное время. И от плюс 15 до минус 10 в дневное время. Сразу после вестей смотрите рубрику интервью. Сегодня у нас в гостях помощник руководителя МЧС Хакасии Ирина Бутенко. Речь пойдет о детской безопасности. А из новостей у меня к этому часу все. Хороших вам выходных и до встречи на канале Россия 24.